Более 70 фото и видео с Мальдив за две недели успела выложить на своей странице в социальной сети Instagram-балерина. Пришла пора возвращаться в родные Палестины. Мне пришлось покинуть любимые Мальдивы, напугала артистка неожиданным решением уехать. Что за нужда погнала ее из настоящего тропического рая в промозглую январскую Москву? Зачем? Может соскучилась по дочери Ариадне или хочет лично проконтролировать ход подготовки к празднованию дня рождения 20 января ей стукнет 43 года. Но без ее многочисленных постов с островов всем будет скучно. На этот волшебный и полюбившийся мне остров я скоро вернусь, пообещала Анастасия Волочкова. Поклонники будут ждать, чтобы снова позубоскалить в комментариях под провокационными публикациями балерины. Это благодатная Нива для острословов-завистников, которые о Мальдивах могут только мечтать. Вот и теперь они щедро полили Настю помоями. Настюх, что на острове бухло закончилось, здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прин, Рэд, да неужели, ТМЖ не получилось? Давай, Настя, одна нога здесь, другая там и по-бырому, купель стынет. Анастасия, а как же без вас теперь Мальдивы? Вы же обещали остаться, а России без вас алкашей хватает. Мальдивы, исламская страна, сухая. Там бухло просто так не достанешь, пьяными не походишь, штраф, тюрьма. Поэтому ну их. Настя, эти Мальдивы безалкогольные, там баян-мальдивцы, наверное, порвали от счастья, когда провожали, в интернете становится тише, вот растаяло время чудес, до свидания, мальдивская дива, возвращайся в московский свой лес, юродствует народ в комментариях. Внимательные пользователи, кстати, заметили, что Анастасия Волочкова приехала в Москву давно, ее видели в аэропорту. А сообщила она об этом только сейчас. Уже пять дней прошло, как вернулась. Это что такое долгоиграющая у вас налита? Спрашивают люди.